Что касается политики самих Соединенных Штатов, то не секрет, что самую агрессивную, самую жесткую политику в защиту своих собственных интересов, так как понимают это американские руководители, проводят именно Соединенные Штаты. Причем из года в год. Наших войск за границей нет практически российских. Американские войска везде за границей, везде во всем мире американские военные базы. И они везде принимают участие в решении судеб других народов, находясь за тысячи километров от своей собственной границы. Поэтому упрекать нас в том, что мы что-то нарушаем, мы по сравнению… Это очень странно со стороны наших американских партнеров. Да, значит, по поводу военного бюджета. Так, для справки, не все это знают, специалисты знают, но не все. Военный бюджет Соединенных Штатов Америки, о которых мы только что говорили, превышает военные бюджеты всех стран мира, всех стран мира вместе взятых. Так кто проводит агрессивную политику? Что касается нашего бюджета, он у нас в процентном отношении к ВВП практически не увеличивается. Небольшой, небольшой, на десятую долю процента. Но мы хотим перевооружать свою армию и флот на современной высокоинтеллектуальной базе, сокращать количество и улучшать качество. У нас есть целая программа. Она не вчера возникла, эта программа перевооружения, не в связи с какими событиями на Украине. Это плановая работа, и мы будем это делать. Что такое влияние в современном мире? В современном мире влияние, прежде всего, определяется такими факторами, как экономика, оборона и гуманитарные влияния. Полагаю, что касается обороноспособности России, то в этом смысле наша страна является, безусловно, одним из лидеров в мире. Потому что это ядерная держава, и по качеству нашего ядерного оружия мы, пожалуй, реально занимаем, может быть, даже первое место в мире по качеству. Что касается экономики, то мы реально отдаем себе отчет в том, что нам еще очень много сделать нужно, чтобы занять какие-то лидирующие позиции. Хотя за последнее время мы сделали большие шаги вперед, мы превратились в пятую экономику мира. Это, в общем, для нас успех, но этого недостаточно. Что касается отношений с Обамой, я не забыл этот вопрос. У меня нет основания полагать, что он совсем не хочет общаться с президентом России. Но, в конце концов, это его выбор. Я всегда готов к диалогу и думаю, что диалог – это лучший способ навести мосты. До сих пор мы с ней общались, созванивались, говорили по телефону. Сейчас у вас проблемы в отношениях между Россией и США. Это проблемы в отношениях двух держав или проблемы в отношениях двух людей – Барака Обамы и Владимира Путина? Проблемы между странами всегда есть. Тем более между такими крупными странами, как Россия и Соединенные Штаты. Они всегда были. Но я не думаю, что их нужно доводить до какого-то крайнего предела. Но мы, конечно, видим попытки администрации США надавить на своих союзников, используя свои явные лидерские позиции в западном сообществе для того, чтобы повлиять на политику России. Политика России будет проводиться исключительно, исходя из наших национальных интересов. Мы, конечно, учитываем мнение наших партнеров, но будем руководствовать интересами российского народа.